Приветствую друзья! В этом небольшом видеоуроке я расскажу, как можно расширить покрытие ZigBee сети используя стик CC2531 в роли роутера. Напомню, что центральным узлом для такой сети является координатор, который для каждой сети может быть только один. А вот роутеров может быть много и каждый роутер выполняет роль связующего звена между координатором и конечными устройствами. Также такой стик может использоваться и в качестве центрального узла координатора, об этом я рассказывал в первой части 5-го урока по Home Assistant. Но кроме этого он может служить и бюджетным роутером, который позволит вам расширить ZigBee сеть. Часто задают вопрос, чем стик CC2531 отличается от CC2540. Ключевое отличие в том, что 31 работает в сетях ZigBee, а 40 в Bluetooth. Поставляется обычно в простом кулечке. Рекомендую покупать и для роли координатора и для роли роутера версии с внешней антенны, работает такой значительно стабильнее. Стики поставляются без прошивки, поэтому нужен комплект из дебаггера, переходника и кабелей. Он пригодится не только для прошивки стиков. Пример можно увидеть в моем обзоре 4-х канального ZigBee реле с сухими контактами. Для полноты картинки напомню, что для координатора нужен небольшой USB удлинитель, чтобы разместить стик на удалении от одноплатника. Для роутера в этом необходимости нет. Прошивка доступна на сайте ptvo.info, ссылка будет в описании под видео. Здесь есть три варианта прошивки. Одна стандартная, две диагностические, которые будут интересны разработчикам. Тут же есть описание кнопок стика, их две. Нужна будет вторая, она ближе к USB разъему. Все прошивки находятся в одном файле архиве. Качаем его, открываем и распаковываем нужную версию. Я использовал стандартную. Для прошивки нам понадобится два USB порта. В первый подключаем кабель дебаггера, потом дебаггер, широкий шлейф, плата-переходник, узкий шлейф и стик, который подключаем во второй USB порт. Для прошивки используем флешер с сайта техас инструмент. Ссылку на программу я тоже оставлю в описании, а более подробно про работу с ней в первой части 5 урока по созданию координатора на базе cc2531. После перепрошивки отключаем стик от USB порта и подключаем к любому источнику питания с USB. Можно использовать, например, зарядку от телефона или вот такой вот удлинитель Xiaomi. После подключения диод на стике должен быстро мерцать красным светом. Переводим аддон ZigBit UMQTT в режим добавления новых устройств и зажимаем кнопку 2 ближнюю к USB порту на 5 секунд, после чего стик подключается к сети. Устройства появляются в общем списке. На слайде скрин из аддона ZigBit UMQTT Assistant. Подробнее про него я говорил во второй части 5 урока. Устройство определяется как роутер и никаких других функций оно не выполняет. Пригодится только для связи с удаленными конечными устройствами. На карте устройств все роутеры имеют двусторонние связи между собой координатором. Чем их больше, тем монструознее выглядит карта. Красным отмечены слабые линки. Они неизбежно будут появляться с ростом сети. Но это не страшно. Главное стабильная связь роутера с координатором. Будет не лишним распечатать корпус для стика. Их довольно есть на сайтах по 3D моделированию. Также можно спроектировать свой. Форма у корпуса не особенно сложная. Нужно только точно подобрать размеры и предусмотреть отверстия для USB и антенны. В моем случае разработку и печать взял на себя мой друг энтузиаст умного дома, который оказывает неоценимую помощь для развития моего канала, в числе прочего предоставляя различные гаджеты для обзоров. Пользуясь случаем я еще раз выражаю свою благодарность. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что самые актуальные новости, а также различные интересные купоны и распродажи по тематике умного дома, можно увидеть на моем телеграм-канале. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok